Всем огромный привет, дорогие мои любимые зрители! Направляемся мы с вами в Мекку брендовых сумок в Петербурге в магазин ДЛТ на большой конюшеной. Ну вот, дорогие друзья, мы видим первые приглянувшиеся лично мне сумки и сейчас девушка Ангелина нам расскажет о них, да? Это марка какая? Томбокс. А что это за пупырышки? Они металлические или какие? Да, да. Очень симпатичные небольшие такие сумочки. Это новая коллекция, да? Она не сотропушка маленькая, она очень уместительная. Но она классная, у нее такие две тут ручки необычные. Смотри, ее можно носить как на ключе, так и через ключе. Ремешок можно регулировать, внутри здесь уместительность. А цена? А цена? Шестьдесят девять, в общем, семьдесят. Да, есть карман под замочек и наплодной карман. Также ее можно вручить. Классно. Можете примерить на ключе. Версачи. Весь заклепочках такого цвета шампань. Просто красота. О, боже. А это что за мечта любой модницы. Боже мой. Это какие-то как бы как вязаные с люрексом. Зеленая в красном дешне врана. Боже мой. Какая же это красота. Белочки у мелочки. Берите на вооружение. По-моему, это типа как крючком связано. Дорогие друзья, в секции Дольча Габана. Вот, пожалуйста. У них сегодня еще продолжается какая-то акция. Сейчас мы про нее узнаем. Здравствуйте. Привет, здравствуйте. Юная девушка, которая работает в секции самого Дольча Габана, нам сейчас расскажет о том, какая акция у вас интересная проходит. У нас сейчас проходит очень интересная акция. У нас мастер, как вы можете заметить, расписывает аксессуар Дольча Габана именно по зеленой коже для фини. То есть вот эта очаровательная девушка расписывает кошелечки, портмоне, которые прилагаются, как я поняла, в подарок, да? Если вы покупаете какой-то модель, либо, да, обложку на паспорт, либо обязательно сюда, у нас, конечно, в подарок вы расписываете. Ну надо же, какая уникальная. У нас тут брошюра. Вы можете выбрать абсолютно любое рисунок или надпись сюда и добавить в свои инициалы, и это будет идеальным подарком на 14 февраля. Ну просто супер. Спасибо большое. Ну не будем вас отвлекать, вы работаете. Вот что ни говори, а я фанат Дольча Габана. Именно их сумок, ну вообще, в принципе, я люблю, когда так всего много и красиво. Супер рюкзачки. Я так понимаю, это новая коллекция. Кто-то назовет это Китчем, а лично я просто фанатею от этого. Боже, какая красота. Это вообще просто расписано, как будто это мозаика или кафель. Просто потрясающие сумки. Сумка-сундучок. Так, хороша. Бархатная, кстати. О, а вот такой Китч я просто обожаю. Кстати, белочки-умялочки. Смотрите, это вяжется крючком. Потом пришиваются разные бомбочки. Золотые типа пуговки. И вот вам авторская, дизайнерская сумка. Сумочка, магнитофончик. Прилец какая. Какая приятная скидочка 50%. Яблоки на снегу, а в данном случае ананасы на розовом. Просто супер. Ой, дорогие друзья, это просто сумка-мечта. Геннай, а они вручную расписывают их или нет? Это ручная расписка? Они их создают вручную, а потом именно их печатают на сумку. Вот эта сумка довольно большая. В рекламе она мне показалась маленькая, а она такая. 84 тысяча она стоит, да? Это уже с 50% скидкой. А так она скачает 8, да. Супер сумка. А вот и сами дольчик габана. Боже, какая красота сумки. Как это называется? Типа решелье из кожи. Обалденная красная, просто улетная. А вот и вам сицилийская или неаполитанская, или какая там семья итальянская. Так, вот эта красотища стоит сколько? 76. 76, да. И к ней прилагается еще платочек, расписанный в этом же стиле, да? Ой, ну это вполне не встать. Спасибо большое. Красота. Мне всегда еще тоже нравится вот такая идея, черно-белая графика и цветы на ней. Эта мода еще в 90-х годах, кстати. Ну, я не знаю, может она уходила? Сейчас она как бы вернулась. И вот, кстати, типа кроссовочки, тоже с такими розочками. Вот текстильный рюкзачок был с розочками. А вот еще какая прикольная сумочка там внизу. О, розочки даже вылеплены. О, плохо видно. Так, как это называется еще раз? Лео Майорика. То есть Майорика это роспись скафеля, как бы, а это типа вам животный принт. Вместе чистый, кстати, животный принт, но к нему вот такие веселенькие ремешки съемные, да, с цветочками. И вот эта большая, гигантская, это моя любовь. А сколько она стоит, вот та большая? Она 125. 125, супер, ну, там такие, кто они, леопарды? Да, леопарды. Прям живуческие. Вот, а это сундучки тоже такие леопардовые, все в каменьях. Ну, просто умереть не стоит. Ой, а вот этот сундучок, так сколько стоит такая прелесть? О, 186, тут идет красное дерево обтянутое кожей. Боже мой. А вот, кстати, тоже новый, ну, хорошо забытый старый тренд, когда просто логотип, название бренда просто, как говорится, не пропустишь, прочитаешь. Супер, сундучок, беленький. И рюкзачок. Кто сказал, что рюкзаки вышли из моды? Это один из стилей, из направлений сумочной промышленности. Ой, дорогие друзья, а этот сундучок такой с гербами какими-то, да, наградами. Боже. А этот сундучок стоит, о, боже. Это сундучок из питона. О, май гад. Как говорится. Заклепочки продолжают рульить. Видите, они везде, со всех сторон. И серебро, металлик, то тренди. Знаете, когда я слышу, что кому-то не нравятся кочанели, фурла, мне как-то обидно, потому что я считаю, что это очень достойные бренды, сумочки. Вы посмотрите, какая замечательная золотая. В качестве выходной, выгребной, что называется, сумки, ну, то, что надо. Какая симпатичная замшевая кочанели в клеточку. Даже Майкл Курс радует своим дизайном. Наконец-то микрорюкзачок. Есть и с золотыми, и с серебряными звездами. Темно-красные цветы такой томатной пасты из новой коллекции Дона Карен Нью-Йорк. Просто супер перфорированные шопперы. Черный, молочный. Маленькая сумочка кинзу. 32 тысячи. Это скидка у нее 50%. Новая коллекция фурла. Смотрите, какие бабочки. Симпатичные. Серия расписанных сумок. С серо-бежевым таким фонем. Вот та большая, вообще классная по функциональности. С апельсинчиками, бабочками. Ну и с черепашками. Вот эта фурла стоит 30 тысяч 500 рублей. А вот эта фурла, кстати, очень красивого цвета фуксии. Большая, вместительная. С двумя отделениями. Со скидкой 50% сейчас идет. Очень много сумок на распродаже. Мне, кстати, менеджер разрешил снимать. Я решила уже не изображать из себя шпиона. Вот, пожалуйста. 50% тоже коченели. Потрясающий цвет. Он мне еще запал в Италии осенью, когда я смотрела. Кстати, вот эти шопперы двусторонние. Смотрите, какие они с обратной стороны. Света миди с такими бордовыми звездами. Очень красиво. Вон те сиреневые хороши. Супер просто. Я хочу такую. Сейчас посмотрю, сколько стоит. Кстати, рюкзачок такого цвета классный. Я посмотрела. 20 тысяч она сейчас стоит. Просто супер. Кстати, запустили меня в этот сумочный рай. Смотрите, какой там Майкл Корс разродился. Какой классный дизайн. Я, кстати, очень люблю сумки вот такого зелено-защитного цвета. Они потрясающе вписываются в любой штурмардироп. Зимние, осенние, весенние. Итак, сколько этот шоппер стоит? Боже мой. Не понимаю. Это брелок. Сумку надо искать. Да, так вот. Менеджер мне прямо официально разрешил снимать. Сказал, да, пожалуйста. И, конечно же, я этим воспользовалась. Вы только посмотрите, какая гениальная идея для сумки Марк Джекобс. Золотая. И смотрите, он все сюда навешал. И птичий-то брошек. И булавочки. И даже лезвие, звездочки, доллары. Ну, в общем, в принципе, я такую идею уже давно птила в своих сумках. Вот. Ну, вот, конечно, супер. Марк Джекобс. Обожаю. Да, это съемные ремни. Это моя любовь. Я все время покупаю разные. А вот этот мне нравится. Скажите, сколько он стоит? И кто это? 6700. Это Марк Джекобс. Марк Джекобс. Какая прелесть. Есть в двух цветах. А другие есть еще? Есть вот такой красный с золотом. Такой военизированный. Супер. Я лично фанат Марка Джекобса. Я обожаю его. И вот видите, он воплощает мои мечты. То есть делает вот тканевые ремешки для сумок, которые нравятся. Они же сменные. Ой, а это что он тут пришпандорил? Каких-то шариков, бомбончиков. Ой, а какой ремень в силу. Просто супер. Да, так вот, эти ремни стоят относительно доступно. По 100, ну, для этого сегмента сумок по 100 примерно евро. Очень красиво. Как-то кожа комбинирована с цепью больших... Ой, господи, как это называется? Ну, в общем, крупной цепью. Вот, это значит, Стелла Маккартни у нас ударила нынче по этим цепям. То есть вся коллекция, видите, вот прям с этими цепями. Вот, кстати, бархатная... А, нет, не бархатная. Но вот можно, кстати, бархатную сумку такого плана сделать. Вот смотрите, как это пришито. Вот воплощение трендов. Смотрите, написано Жваншип Париж. Сами себя прорекламировали, попали в тренд. И очень стильно смотрится. Бархатная милашка Марни. Ой, какая прелесть вот это. Вот смотрите, темневый бархат, розовый, насыщенный и красивый синий такой индиго. Съемная ручка. Супер. Феррагама. Ну, такая, знаете, классическая, с бантиком таким сумочка. Золотая фурнитура. И сам цвет такой, знаете, серебристо-золотистый, универсальный. Бордовая красота с золотыми заклепочками. Кто это у нас? А, это тоже. Сальватор и Феррагама. Такие кузатенькие, классные. Бербери на скидках. Такие типа шоперы. Ну, классика жанра. Клеточка. Вот люблю я такой мятный цвет, но как-то в Питере он вообще не прокатывает. Брелок с медвежонком Бербери. Видите, весь такой в клеточку. Зелененький тоже имеется. Дорогие друзья, я уже тороплюсь на работу. Застряла в этих сумках. Вот, сейчас вам немножко покажу Гуччи. Хотя моя любовь все-таки отдана Дольче Габана. Не, ну, хороши, хороши. Мне нравится такая кичевость. Или кичеватость. Поправьте меня. Не, ну, это уже слишком. Ужас какой. Ну, Гуччи я очень много снимала в Италии. Там, конечно, намного больше выбор. Вот, но все равно основная инвенция прослеживается. Это, можно сказать, такой кич. Использование всевозможных аппликаций, росписи, повторения узоров. Вот, сумки, платка, маленького, большого, ленточки, кошелька, портмоне. Ну, в общем, как-то так. Не, ну, вот эта голубенькая прелесть, конечно, хороша. Хороша. Прелесть невозможная. Прелесть обалденная. Какая еще бывает прелесть. Ну, это вот просто гладкие. Так понимаю. Нет, вроде не распродажа. Шикарный чемоданчик для путешествия. И очень правильный размер, кстати. Не, ну, мало того, что этот шарф норковый, еще, извините, изображение, сюда зафигачен такой тигр. И сумочка такая. Кому нравится, напишите. Берете, покупаете тканевый рюкзачок и вот так его декорируете. Вышивкой, всякими нашивками. Классная идея. Клоя со своими ручками, кольцами, заполонивший весь инстаграм и весь фэшбодинг, что называется. И, ну, они, конечно, прикольные, но мне кажется, что они все равно дурацкие. Не, ну, разве можно устоять против такого шопера в цветочках? Клоя. Матовое золото. Не знаю, то ли это вперед, то ли это вперед. Я так понимаю, трансформер. Боже. А вот эти сумочки, кстати, у меня есть в итальянских, в итальянских влогах. Я снимала время с Чентой. Потрясающе. Обожаю. Да, сумочки произведения искусства. Хочется повесить их на стены вместо картин и любоваться. Меховых нынче сумок меньше, но, блин, Сиаго не сдается. Правда, уже на распродаже. Ну, и писк моды сумки в челночном стиле, в стиле челноков. Честно говоря, я не знаю, они кожаные, что ли? Сколько они там вообще стоят? Или это имитация чего-то? 121 тысяча. Наверное, кожаные. Интересненько. Ну, все, дорогие друзья, я уже опаздываю на работу. Я могла там вообще зависнуть еще на 2 часа. И хотелось поснимать и поснимать. Там огромное количество гениальных идей воплощено и реализовано в этих сумках. Они великолепные. Они фантастические. И я не знаю, но мне кажется, что большинство из них, они не столько функциональные, сколько красивые. И да, хочется их накупить много разных, развесить на стенах и любоваться ими. К сожалению, купить все не получается. И даже, чтобы купить одну, это надо еще хорошо подумать, какую именно. Ну, я не знаю, конечно, есть люди, которые могут не глядя покупать любые. Но я думаю, что таких очень мало. Большинство из нас, я думаю, не покупают такие сумки. А даже если покупают, то не часто. И, надеюсь, хорошо подумав, чтобы не потратить деньги впустую. Ну, что я хочу сказать. Знаете, когда я шла туда, у меня не было такого настроения. Это такое ощущение, что ты подзарядил свои батарейки, насмотревшись на эту красоту. Это действительно очень важно, когда получаешь положительные эмоции. Вот знаете, глядя на эти сумки, еще я в спокойном режиме их снимала. То есть менеджер мне разрешил. Огромное спасибо тем дизайнерам гениальным, которые реализуют свои идеи. Ну, а что касается нас, обычных людей, которые не могут покупать сумки по таким ценам. А просто, думаю, какие видео должны мотивировать на какие-то творческие идеи, посмотреть на свою старую сумку. Например, ее расписать или как-то декорировать рюкзак. Можно тканевую сумку, можно сшить из бархата, из меха. Ну, просто будет фантазия. У меня улыбка не сходит с лица. Я иду на работу в роскошном, можно сказать, настроении. Если вам понравилось это видео, ну, вы знаете, я буду благодарна за лайки. И если вы поделитесь этим видео, я еще больше буду вам благодарна. Спасибо большое. О, а тем временем мы попадаем... Что это? Ладно, я готов. Итак, еще раз, что-то я задумываю. Не гости кисти. И-жи-раз. Друзья, помогаем, чтобы не вычаствовать. Считай, что вы решили. Гуляй, масленица. Гуляй, масленица. Вот, а у нас уже масленица. Что-то как-то я пускаю кое-что в этой жизни. Ярмарка. Надо будет сходить на нее, кстати. Я надеюсь, что вам это видео понравится, потому что я получила огромное удовольствие от, скажем так, общения и момента рассмотрения, рассматривания этих сумочек. Все, дорогие друзья, закрепляюсь. Всем пока. С Петербурга. Какое лжиство. Видимся совсем скоро в следующем видео. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»